дорогие друзья всем большой большой привет с вами канал супер отпуск и сегодня наконец-то настало время пришел тот час когда я буду пересаживать свою бегонию клубнивую но постоянное место в кашпо и хочу показать вам как я буду это делать по вашим многочисленным просьбам вы пишете просите когда же будете пересаживать покажите нам как правильно высаживать так что надо заклублять что не надо заклублять потому что клубнивая бегония сажается друзья особенным образом я вам сегодня взять на все расскажу для начала что я хочу сказать высаживайте клубнивую бегонию уже на постоянное место в ту кашпо которое у вас будет стоять где-то на улице либо находиться дома в общем больше пересадок не делайте дальнейшей бегония это очень любит единственное что надо сделать бегонии изначально это ее разбудить что мы с вами сделали видите как она хорошо проснулась и вот сейчас в таком виде мы уже должны высадить ее в постоянное кашпо чтобы потом больше не пересаживать не переваливать бегония очень любит лишних пересадок при всех дальнейших пересадках если вы сейчас ее посадите не в тот горшок а потом задумайте пересадить у вас она может очень сильно болеть вплоть до того что будут отмирать вот эти листики и стебли и вам придется в общем-то их убирать и ждать опять будить пока проснутся новые почки в общем с бегония друзья все непросто поэтому в таком виде после того как ваша бегония проснулась уже постарайтесь ее прямо однозначно посадить на постоянное место в постоянный кашпо я свою одну уже бегошку пересадила причем я сделала это буквально после вчера друзья и у нее листики были гораздо меньше наверное в половину и вот смотрите насколько быстро бегония идет в рост когда вы ее уже пересаживаете вот буквально после вчера посадка паш помнишь я сажала на сколько меньше были листья смотрите как сразу листья пошли пушиться будут прям новенький появился вот тут вон еще один вот он в общем бегонии начинают у вас расти не поднима по часам более того весь период вегетации бегония у него будут еще в дальнейшем просыпаться почки то есть если вот у вас сейчас на клубне всего там две-три почки ну где-то четыре смотря какой клубень вы не думайте что это все весь период вегетации почки будут просыпаться у вас не пойми откуда как вам будет казаться будут появляться все новые 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 листья и бегония ваша будет разрастаться какое кашпо лучше всего для вегоне друзья смотрите бегония не очень большая корневая система поскольку поскольку это клубень который лишь обрастает такими очковатыми корешками да по всему периметру клубня поэтому лучше лучше решение для посадки бегонии это будет кашпо не очень глубокая но широкая вот в данном случае диаметр этого кашпо где-то 25-30 сантиметров вот если вы возьмете больше это даже будет и неплохо ошибка не будет но глубокой брать не надо поэтому у меня вот по бегоне вот такие небольшие кашпо поскольку она дает потом очень большую листву и в общем то вот этот весь ваш горшок так вот весь покроет красивой листой красивой шапкой листы и цветов естественно поскольку клубни в бегоне она у нас цветущая так друзья еще раз устраненный вопрос сразу поскольку штук клубни клубни сажать в одно кашпо друзья мои запомните строго-настрого по одному какое бы кашпо вы не взяли по объему никогда не сажайте две бегоне вместе поскольку они будут конкурировать и та бегоне которая в итоге окажется сильнее она вытеснит ту которая будет менее слабая как-то раз у меня даже был знаете такой опыт я взяла такой длинный широкая кашпо балконная и подумала что все таки она длинная где-то вот такой было что если я посажу ну одну здесь другую здесь они не будут друг другу мешать вот каково было мое удивление я не знаю на каком уровне этого растения происходит но все равно одно растение цвело очень хорошо другое постепенно загибалось загибалось и все таки я в общем все это потом поделила и рассадила поэтому не делайте такую ошибку у меня были такие попытки раза три я пыталась сажать вот в большие именно такие кашпо но в общем наверное надо кашпо тогда еще больше чтобы сажать по два и три растения поэтому вот на такой стандартный кашпо одно растение один клубень дальше очень важный момент вот все запоминается поскольку с бегонии надо вот прям вот эти все моменты которые я вам рассказывали очень важны каждый из этих моментов и самый важный момент это вот это дренажное отверстие оно должно быть очень большое друзья именно для бегонии поскольку бегонии это то растение которое не любит переувлажнение почвы видите какое большое растение растение дренажное отверстие она специально все пропили мы его естественно расширили в общем вся лишняя влага должна выходить обязательно ни в коем случае не должно быть застой влаги бегонии этого очень очень любит но вообще это не любят все растения бегонии особенно поэтому обязательно обязательно большое отверстие просто имейте ввиду и дальнейшем когда у вас эти кашпо будут стоять в саду и дождь будет их поливать а я никогда не убираю кашпо из сада когда идет то есть немногие кстати говоря писать такие вопросы в инстаграме спрашивали ютубе куда вы одеваете свои кашпо неужели вы всегда носите каждый раз нет я никогда ничего не заношу ни питоне не бегонии более того я очень сильно рада когда идет дождь поскольку мне хотя бы не надо поливать потому что растение в кашпо особенно питоне поливается каждый день если нет дождя бегонии так часто поливать не надо но с какой периодичностью я вам расскажу немножечко попозже так вот именно для того чтобы вам не беспокоиться что питоне ваши зальет дождь они у вас замокнут вот просто делайте большие отверстия и будет вам счастье друзья мои но и обязательно обязательно дренаж поскольку бегония не любит застоя поэтому камушки можете положить я вот вложу камушки вы можете насыпать керамзитику я взяла вот такие камушки чтобы просто не было золотая этого достаточно вот так чуть-чуть прикрою чтобы земля не вываливалась это все так друзья что делаем дальше про землю да рассказать вам в какую землю я сажаю это тоже очень важно бегония это такое растение которое любит все то же самое что любит роза вот поэтому почва которая для роз она подходит и бегонии а для бегонии подходит для роз но продаете даже специальную почву для бегонии если вы первый раз сажаете я вам рекомендую ее купить и просто использовать готовый состав почвы можете добавить вермикулит для рыхлости и для того чтобы вермикулит влагу в себя собирал поскольку бегонии все-таки не любят перевлажнения но я вам сейчас открою секрет меня спрашивают как у вас так цветут бегонии возможно они меня цветут друзья от того что я их сажаю в чистый перегной поскольку мои вот эти кашпо предназначаются для того чтобы стоять в саду на улице я не ставлю домой это вот я для вас специально сейчас у меня нет возможности взять садовый перегной я вот в покупную землю сажаю на самом деле все остальные свои бегошки я буквально завтра послезавтра оттает земля я посажу в обычный самый обычный перегной что такое перегной да это перепревший налоз смешанный с садовой землей да друзья там есть личинки там есть червячки там есть все я его не прожариваю не пропариваю в условиях вот такого кашпо с вашим растением ничего не случится наверное даже микроорганизмы и червячки каким-то образом помогают рахлят землю поэтому они бегонии как вы все видели растут прекрасно конечно это не домашний вариант вы не занесете такой горшок домой но я этого и не делаю поэтому если вы будете высаживать свою бегошку в кашпо для того чтобы она вас стояла на улице можно можете смело пользоваться садовой землей но но при условии что там хороший перегной вот земля должна быть питательная то есть не просто там вот вы что-то там на скребли в горшок запихали и посадили бегонию нет бегонию любят питательную почву так же как и любит ее роза поэтому все что про навоз про перегной это все и про бегонию но я сейчас просто подготовила почву смешал ее с фермикулитиком и вот буду высаживать вроде как хорошо вам рассказала поэтому идем непосредственно к посадкам засыпаю землю так засыпаю землю не до конца как можете видеть можно чуть посыпать но не до конца почему не до конца потому что бегония не углубляется в землю на начальных этапах когда вы только ее сажаете пересаживаете что мы делаем такой небольшой совсем углубленица прям небольшой и поливаем из лички совсем немножечко вот этого достаточно вот здесь не действует в принципе посадки грязь вот здесь не действует немножечко бегоне надо воды мы берем вот это по моему знаете какая бегония вам даже скажу это который у меня розовыми цветами цвела и темные листья необыкновенная красавица просто необыкновенная видите какой клубень большой это у меня старая бегония я вырастила друзья из семян вот такой она уже клубень дала этому клубню ну по-моему четвертый год если мне память не изменяет вот такой клубень вот смотрите какие крышочки уже и вот так вот я ее в эту углубленица распределяю распределяю и вот так вот подсыпаю окучиваю земелькой а теперь важный момент вы видите верхушка не присыпана землей у меня она мне остается наружи она должна пока еще дышать пока биту пока ваша бегония окончательно не наберет такую сильную 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 силу верхушечку не присыпаем землей и не поливаем так чтобы вода попадала на клубень в дальнейшем все наши поливы друзья идут вот так по краю горшка то есть вот час момент посадки этого более чем достаточно что я полила все вот точно так же я сажала позавчера вот эту бегушку и видите какая она как я все сильно понравилось и она сразу же пошла у нас пошла у нас в рост и вот кстати говоря я трогаю землю она до сих пор влажная вот я ее больше не поливаю бегонию друзья здесь делает здесь вот такое правило лучше не долить чем пилилить ваш не подсказывает поскольку когда летом он не поливает мои горшки кашпо и говорит так ну что я пошел поливать я груда там поливай петунию но бегонию не поливай он почему я бегонию всегда сама поливаю поскольку я смотрю какая там земля вот в общем бегонию можно если петунию надо каждый день опять же говорю в кашпо поливать если нет дождей да то бегонию достаточно там раз в два в три дня поливать но в дальнейшем друзья вы не думайте она сейчас окрепнет у нее пойдут большие толстые стебли еще новые побеги еще проснут цепочки будут огромные листы и тогда она уже будет даже если вы где-то что-то и ее и полете лишний раз она уже к этому отнесется нормально вот а вот сейчас пока на этом этапе переливать нельзя значит важный вопрос когда мы засыпаем окончательно вот эту верхнюю часть клубня я это делаю в тот момент когда уже идут большие листья и большие побеги когда у вас листья вот прям такие мясистые будут вы это увидите когда у вас большие побеги пойдут тогда вы берете землю и просто засыпаете эту верхнюю часть причем не только верхнюю часть а просто добавляете земли в горшок поэтому я оставила здесь еще место и причем потом в дальнейшем В дальнейшем вы можете еще подсыпать землю, окучивать. Бегонии это будет даже нравиться. Но до этого еще пока наши бегошки надо немножечко дожить. Хотя бы месяц где-то. То есть раньше, чем через месяц верхушку не засыпайте. Пусть она будет пока так. Просто аккуратненько поливайте, друзья. И бегонию вам будет за это очень благодарна. Вот такой способ посадки. Я очень давно практикую. Бегонии мои растут хорошо, цветут красиво. Поэтому вы все это можете видеть, наблюдать. Вот. И опять же говорю, если будете выращивать бегонию для того, чтобы украшать ей сад, выставлять кошку в саду, не заносить их потом домой, то, пожалуйста, можете спокойно использовать самый обычный садовый перегной. И даже его не прожаривать, не пропаривать. Поскольку, естественно, когда вы землю прожариваете, пропариваете, вы удаляете там буквально все-все-все-все-все питательные вещества, микроэлементы и прочее-прочее. Поэтому я этого не делаю. И, собственно говоря, точно такую же землю я высаживаю в кашпо и питонию. Вот. Я специально для этих целей землю не покупаю. Я бы ее не накупилась на такое количество. Вот. А в перегной им все растет прекрасно. Причем, если вы именно будете сажать в такую землю, да, бегонию и питонию, вам не надо будет в дальнейшем совершенно подкармливать их. Поскольку в этом перегной так много питательных веществ, что просто, ну, вам это вот просто не надо будет делать. Вы даже не будете понимать, откуда все так светет. Ну, вот от хорошей земли, друзья. Вот. Если же вы сажаете все-таки в покупную землю, то, конечно, в дальнейшем, ну, подкармливайте. Подкармливайте обычно каким-нибудь жидким удобрением, удобрением, которых сейчас очень много на рынке. Все, что для роста и для бегонии, а продаете специальное удобрение для бегонии. Поэтому, в общем, здесь сейчас удобрение купить не проблема. Ну, я буду обязательно пересаживать садовую землю, перегной. Может быть, еще сниму об этом. Ну, это просто будет какой-то садовый блог, где мы с Пашей опять что-то будем делать. А дел у нас много. Мы ждем, не дождемся, когда же растает снег, который не так давно выпал. Вот. И мы все вынуждены сейчас находиться, плюс еще и дома, да. Поэтому хочется, хочется на улице. Хорошо, что мы живем в своем доме. Кстати говоря, друзья, у нас выпал снег безумный. Буквально вчера. И знаете, что я вчера делала? Я вчера, снег блатный выпал, у нас мороз минус 8 ночью. Я вчера набрала бедер, горшков, вот таких же вот горшков, и ходила, закрывала тюльпаны по всему саду. Вот не поверите. Представляете себе? Я закрыла все-все-все тюльпаны. Поскольку как-то раз уже был мороз где-то там минус 5, и они померзли, ну, вроде так очухались. А вот мороз минус 8, я уже боялась, что они не переживут. А где-то и минус 10 у нас тут даже обещали. Я буквально вчера ходила, закрывала их все горшками, надеясь спасти тюльпаны. Поскольку цветут мои тюльпаны, ну, не только мои, у всех у нас, да, тюльпаны это шикарное цветение. Это первые весенние цветы, которые нас радуют, которые такие зажигалочки яркие, желтые, красные, оранжевые. У меня и махровые есть тюльпаны, которые такие вот пионовидные. И, кстати говоря, вот они больше всего пионовидные пострадали. Вот обычные такие тюльпаны не так сильно. А пионовидные прям сильно подмерзли у меня, поэтому я их все закрыла. И еще, друзья, я закрыла вчера свой пион. У меня есть очень красивый пион, который очень обильно-обильно-обильно цветет. И вот тоже он уже вот такие побеги дал, потому что был очень тепло. И я вчера его закидала снегом, и плюс сверху еще закрыла. Вот так вот ждем, когда растает снег, придет опять тепло, и мы опять выйдем на улице с Пашей докрашивать наши поделки для сада, да, Паш? Конечно. Мы так еще не доделали, в один день все не успели, а потом погода испортилась, пошел снег. Поэтому ждем, друзья, когда нас погода выпустит, заниматься опять со двумя делами. Ну, а на этом, друзья, я заканчиваю это видео. Я надеюсь, что я вам все рассказала, показала. Если я что-то не сказала, у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их под этим видео, я на все вопросы ваши отвечу. Поскольку я очень люблю выращивать пигонии, это моя слабость, у меня это вроде как неплохо получается. Поэтому все, что вас интересует, и что я не озвучила, спрашивайте, не стесняйтесь, я отвечаю всегда на все вопросы. Ну, а я с вами прощаюсь, друзья. Желаю вам здоровья, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok